Вечернее шоу Аллы Довлатовой Дорогие друзья, я приветствую всех, кто вместе с нами в этот прекрасный час Хорошего настроения, здоровья, счастья, любви и удачи желаю абсолютно всем Ну и, конечно же, всего того же желаю Светлане Казариновой Света привет! Спасибо большое и тебе всего-всего Здравствуй, Довлатова, добрый вечер всем! Спасибо! Сегодня вечер понедельника, такой милый, добрый, чудесный У нас сегодня совершенно прекрасный гость в гостях, в эфире Ну, начну с цитаты Наступила весна и самое логичное поговорить в это время о волонтерстве Это цитата нашего сегодняшнего гостя Эксперта, первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадима Ковалева Вадим, здрасте! Добрый вечер, добрый вечер, Алла, добрый вечер всем, кто сейчас слушает нас по всей России Почему же, интересно, весной самое время говорить о волонтерстве? Ну, так получилось, в нашей стране всегда весной хочется сделать что-то хорошее, особенно Особенно активно Ну и, конечно, у нас есть такое пресловутое восприятие всего доброго, хорошего через субботник Субботник, на мой взгляд, это такой советский пережиток, крепко такой в нашем сознании сидящий Когда все те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, кто никогда не убирает Прекрасно! Слушайте, ну тогда я предлагаю нашим слушателям тоже предложить поучаствовать в нашей сегодняшней дискуссии Я, во-первых, хочу сказать, что экспертов по этой теме, которую вы предложили весной, самое время заняться волонтерством у нас еще не было Поэтому вы первой Ну а у нас есть в ВКонтакте голосование, хотели бы вы быть волонтером, и у нас есть несколько вариантов Пытаюсь их найти Хочу, ну ладно, тогда я вам расскажу какие-то варианты Хочу, но не знаю, с чего начать Хочу, но у меня нет свободного времени И я уже был волонтером Вот вы можете выбрать любой из этих вариантов Можете также под нашей трансляцией написать, под этим постом написать свои какие-то комментарии А я для начала хочу попросить вас, Вадим, для всей страны объяснить, чем занимается ассоциация менеджеров И так как в ней вы первый заместитель На вы, на ты пойдем Да, на ты На ты, ты в ней первый заместитель, соответственно, исполнительный директор Что делаешь конкретно ты? Слушайте, ну это большое деловое объединение Я бы просто сейчас вечером не стал грузить всех наших уважаемых Хотя слушателей, которые едут уставшие после рабочего дня Это большое деловое объединение, там много разных компаний От норильского никеля до кока-колы И все собираются, обсуждают, как нашу экономику сделать эффективнее, лучше и больше И среди многих тем у нас есть одна большая тема Называется корпоративно-социальная ответственность И такое понятие корпоративное волонтерство Ну то есть это волонтерство занятого населения Когда-то давно, когда-то давно в Советском Союзе было комсомольское движение Да Потом все это рухнуло Там было в этом движении много политики, но было много хороших вещей Люди с предприятий ходили в подшефные детские дома, дома престарелых, помогали ветеранам Потом это как все рухнуло, но вот тяга нашего народа к добрым делам, она все-таки неистребима И вот сейчас, по прошедшим многих лет, все больше и больше компаний вовлекаются в такую социально активную повестку Вот мы сегодня, я так поняла, уже будем говорить о корпоративном волонтерстве Действительно, потому что в основном люди понимают, что такое волонтерство личное А вот каким оно будет, если этим будет заниматься компания, корпорация Вот это интересно узнать Друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь И Вадим Ковалев сегодня здесь, ну вот пришел нам рассказать такие важные вещи Дорогие друзья, говорим сегодня о прекрасном деле, о корпоративном волонтерстве И у нас сегодня Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров И как раз вот Вадим сюда пришел нас агитировать за не советскую власть, а за волонтерское движение, движение добровольцев Итак, Вадим, ты был организатором волонтерской помощи пострадавшим Итак, внимание, в результате наводнений в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке, городе Тбилиси, Иркутской области А также жителям Сирийской Арабской Республики и беженцев юго-восточных регионов Донбасса Ну, одним из, одним из, большое количество людей помогало Как судьба тебя свела, лично тебя с волонтерским движением? Ну, мне кажется, все это из семьи идет, знаешь, вот совсем недавно мне моя мама передает тысячу рублей И говорит, вот положи, пожалуйста, вот на этот счет Я говорю, мам, ну слушай, ну я положу эту тысячу рублей за тебя, а что это вообще такое, ты мне объясни А это вот фонд там помогает бездомным собакам И вот тут я понял, что все на самом деле это идет из семьи И на человека влияет, что семья, школа, ну и окружающая обстановка Ну вот, наверное, мне так повезло, что на меня повлияла и семья И как-то у себя в университете тоже попал в такую приятную среду И мы там помогали ребятам раненым в ходе боевых действий на Северном Кавказе Отвозили им подарки, собирали, ну какую-то абсолютно незамысловатую помощь Ну и вот тут немножко хотел поправить Агитировать точно никого не буду, потому что вас, Алла, и уважаемых радиослушателей Учить только портить Спасибо Как люди становятся волонтерами? Либо призвание, либо какой-то случай Очень часто ты идешь и просто не можешь пройти мимо какой-то несправедливости, да, которая творится Ну не знаю, вот есть семьи, которые воспитывают детей с определенными трудностями, да, с определенными нарушениями здоровья И вот наш фонд, допустим, социального страхования выделяет коляски этим семьям Но детям в них неудобно И нужно забрать просто на другую коляску, да, которая позволит ребенку на улицу выходить Чтобы он хоть видел свет божий И вот ты понимаешь, что эту сумму, ну, тебе и твоим друзьям, близким можно собрать И ты вот своими какими-то небольшими усилиями, ну, там день ты напрягся, да, всем написал, позвонил, спросил, попросил И ты делаешь жизнь ребенка, его семье, окружающих счастливее на несколько лет Это такое колоссальное чувство, оно так тебя бодрит Это вот ты призналась, что ты кровь сдавала, да Вот это как после донорства, ну, просто вот, извините за это просто речь, штырит не по-детски Ну, это правда, а скажи, это чаще всего волонтерство, вот это разовый опыт или оно затягивает? Ну, раз уж ты сказал о таком вот, о таком приятном ощущении внутри, в душе Ну, вот если говорить про взрослых россиян, да, то в принципе это история, ну, раз в месяц, пару раз в месяц То есть это нечасто, если человек хочет профессионально этим заниматься, он меняет работу и идет работать в благотворительный фонд Слава богу, у нас в стране уже много благотворительных фондов, где правильно воспринимают вот постоянную работу, именно как работу Там платят зарплату, это все честно, чисто, аккуратно и по трудовому кодексу Ты можешь, если профессионально хочешь этим заниматься, идти работать туда Если же нет, у тебя есть любимое дело, но ты хочешь помогать делать мир лучше вокруг себя Ты можешь выбрать для себя самый удобный тебе формат Просто сдать вещи, помочь своим трудовым рублем Можешь поехать в выходные с детьми в центр, который помогает кошкам, собакам Замечательная история Да, действительно замечательная история Друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь Говорим сегодня о том, как весной приятно делать добрые дела Говорим сегодня о прекрасном деле, о добрых делах, о волонтерском движении И Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора ассоциации менеджеров Нам будет рассказывать, что такое корпоративное волонтерство Итак, начнем с того, что многие люди боятся заниматься волонтерством Вы правильно сегодня сказали, два раза в месяц Это не так уж и много времени занимает А многие действительно боятся, потому что говорят, у меня времени на это не хватает У меня на что не хватает времени Слушай, ну это как всегда, было бы желание И что такое корпоративное волонтерство? Но вот если мы с тобой в субботу поехали в детский дом, мы с тобой просто хорошие ребята. Вот мы такие замечательные, поехали кому-то помочь. Но если мы работаем, оба с тобой, на русском радио, и русское радио нам автобус выделило, за нас кто-то из редакторов договорился с администрацией, что нас там встретят. Помогли нам, поставили вот здесь у вас на третьем этаже ящик для сбора, там, не знаю, игрушек, конфеты, все такое прочее. И дали нам красные майки русское радио, вот это корпоративное волонтерство. Почему? Потому что оно поддерживается, направляется работодателям. Ну а по итогам года нам еще какую-нибудь дадут грамоту от руководства за то, что мы такие хорошие и продвигаем русское радио. Ну то есть в данном случае корпоративное волонтерство, получается, поддерживается компанией. Абсолютно. То есть изначально это руководство компанией включается в эту эстафету и уже привлекает желающих своей компанией. А очень часто бывает и наоборот. Кто-то из сотрудников абсолютно разные профессии. Вот у нас по России, ну каких только профессий нет. Вот продавец кремния, там, в одной металлургической компании. Не знаю, бухгалтер и так далее. Вот есть у них доброе дело, есть фонд, они помогают, ездят куда-то. И они вот заражают в кавычках, не сейчас будет помянуто это слово, а всех окружающих добром привлекают своих коллег. И руководство видит это и говорит, а почему-то не поддержать. Ну хорошее же дело. Да, и поддерживают. И поддерживают, да. Есть и конкурсы разные, есть и образовательные программы, мотивировать стараются. Есть множество таких программ у работодателей, когда вот вы, сотрудники, соберите 100 рублей, мы это умножим на 2, на 3, на 4. Это как? Ну, например, вот есть какой-то фонд, мы ему хотим с тобой помочь. Мы собрали 50 тысяч рублей вот среди наших коллег. А работодатель, как юридическое лицо, берет эту сумму, умножает в 10 раз. Ой, и получается, что туда отправляется уже не 50 тысяч, а 500. А 500. Ой, ну это хороший должен быть работодатель. И таких случаев много, а для работодателя это тоже выгодно. А выгодно, чтобы были хорошие люди. А скажите, как... Сделаем небольшую паузу, потом продолжим. Дорогие друзья, Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров. Говорим сегодня о волонтерском движении «Корпоративное волонтерство». И вот мне интересно вот что. Ну, я вот вам так аккуратненько задала вопрос. Я помню, когда ко мне приходили наши волонтеры, девчонки, школьницы, студенты. Ну, детей волонтеров, их поощряют. Поощряют дополнительными баллами к ЕГЭ, поощряют поездками в престижные лагеря, такие как Артек, Орленок, еще есть Сириус тоже в Сочи. А вот как взрослые могут быть люди получить, кроме чувства удовлетворения от помощи людям, могут ли они быть как-то вознаграждены? Да все то же самое, как у детей. Те же, во-первых, поездки. Потому что самых активных волонтеров, как правило, руководство компанией поощряет, например, участие в других волонтерских акциях. Вот, например, есть такая акция «360 минут», которая проходит в Иркутской области на Байкале. Вот большинство россиян наших мечтают побывать на Байкале. Но это правда, это место силы. А вот работодатель отправляет туда своих лучших волонтеров, чтобы там принять участие в благоустройстве берегов, в создании туристской инфраструктуры, байкальских троп и так далее, тому подобное, специально для туристов. Вот такая форма мотивации. Мне кажется, это очень здорово поехать посмотреть Байкал. В рабочее время? По-разному. А вот есть еще, конечно же, более такие стандартные механизмы поощрения. И билеты в театр, и возможность каких-то сувениров и так далее, тому подобное. Как сейчас принято говорить, мерч, да, какой-то корпоративный атрибутик и так далее, тому подобное. Что только не придумывают. Ну и, конечно, встречи с руководством. Вот есть большое, допустим, предприятие, там тысяч пять сотрудников работает. Ты там начальника цеха своего не видишь, может быть, неделями. А тут директор предприятия встречается, пьет с тобой чай, общается, ну и всячески тебя поддерживает. Хорошо, ладно, окей. По поводу того, что волонтерство может составить работы, мы уже это решили, что да, конечно, есть много фондов благотворительных, куда можно пойти и получить трудоустроиться, если тебе хочется заниматься этим каждый день. Ну а непосредственно, вот мне интересно про тебя. Ты же как-то, ты выбрал свою карьеру еще в юности. То есть ты сразу поступил в колледж по подготовке социальных работников, и тебе прям сразу захотелось идти, что, идти помогать людям? Какой социальной работой ты хотел заниматься? Слушай, да нет, на самом деле колледж выбрали мои родители. Как и все в стране, у нас первое образование, всегда выбор родителей, да, и выбрали, потому что на метро недалеко было ехать от дома. Наверное, по этой причине его и выбрали. Но тем не менее, только уже потом, потеряв волосы, я понял, какие знания и навыки я там получил, как можно их использовать. Кто тебя направил вот на этот путь? Ну вот так совпало. Так совпало. И знаешь, мне кажется, вот общение с людьми, вот эти навыки коммуникации, они пригодятся в любой профессии. И вот многие ученые сейчас всерьез говорят о том, что вот, знаешь, есть IQ, да, а есть LQ, коэффициент любви. Это отношение к окружающим. Вот если ты окружающих, ну, просто любишь и воспринимаешь людей за людей, как ни странно, у тебя и дело двигается твое, ты можешь какой-то проект реализовать, ты можешь достигнуть в бизнесе результатов быстрее и так далее. А скажи, как родители должны направить своих детей в сторону успешной карьеры? Мне кажется, личным примером. Вот когда ты показываешь детям, что можно и выходные дни проводить с пользой, не лежать там на диване, не сидеть в гаджетах, да, можно сделать что-то хорошее, можно там погулять с собаками в приюте для животных, можно приехать к престарелым бабушкам и дедушкам, да, и вместе с ними поиграть, спеть им песни, подарить им подарки. Мне кажется, дети самое главное получают. Они понимают, что неравнодушным быть абсолютно нормальным. И вот это общение им очень многое дает. Ой, вы ассоциация менеджеров, ведете работу со старшеклассниками. Вы что, вы хотите разглядеть будущих менеджеров и их направить? Какая цель задача? Мы это непосредственно мало с ним взаимодействуем, честно скажу, но вот многие компании, сейчас услышал я вопрос, действительно начинают еще в школе искать себе сотрудников будущих. Дело в том, что есть очень много редких специальностей, очень востребованных сейчас, которые наши передовые компании начинают сами культивировать и продвигать. Есть очень редкие специализации. И вот вы упомянули «Сириус». «Сириус» как раз этим и занимаются. И повторюсь, огромное количество компаний уже пришло в школы. В школы там делают специальные свои классы. И опять, это же тоже про неравнодушие, в конце концов. Это про то, чтобы не сидеть на одном месте ровно, чтобы получать новые знания, получать новый опыт, участвовать в каких-то кружках, секциях и так далее. Друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Друзья, Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров. Мы выясняем сейчас, получается, какие... Вот вы сказали, что сейчас многие предприятия сотрудничают, ну, всякие такие компании, которые хотят развиваться, сотрудничают со школами, и там они присматривают себе молодежь. Абсолютно верно. И предлагают им различные редкие профессии, которые в дальнейшем будут популярны. Правильно я поняла? Абсолютно точно, потому что будущее за такими профессиями... Какие? Ну, например, вот есть, там, можно в эфире называть, компанией нельзя. Компании не надо профессии? Ну, профессии, допустим, там, связанные с кибернетикой, там, да, компании, связанные с математическим моделированием, там, ДНК и так далее и тому подобное. Тут там очень сложные есть истории, которые нужно прокачивать с теми людьми, кто еще в детстве получил, ну, некое такое направление. Интересно. Так, расскажите, пожалуйста, если вы скажете про ДНК, у меня, знаете, сразу работает как мысль. Расскажите про свою жену, про свою семью. Вы с ней познакомились до волонтерства? Ну, интересно, правда, жена ваша тоже волонтер? Я просто задумался, она сейчас смотрит, это литера или нет. Даже если она не смотрит, все равно можно про нее рассказать что-нибудь хорошее. Я пытаюсь ее вовлекать, я пытаюсь ее вовлекать, мне не всегда это удается. Но вы познакомились до волонтерства с ней? Или после? Скажем так, во время, но это не совсем было с этим связано. Я просто к тому, что волонтерство, добровольство, многие забывают, что оно должно быть добровольным. Если кто-то по каким-то причинам не хочет заниматься этой деятельностью, никогда его нельзя заставлять. Вот кого-то заставлять заниматься волонтерством, это самое страшное, что можно придумать. Ну, а вообще, мне кажется, это невозможно заставить. Многие пытаются. Многие пытаются, а кто? Зачем? И чиновники, и руководители некие. А по-разному. Все хотят, кто-то KPI свои выполнить, кто-то хочет показать, что вот у меня там в городе больше всего там волонтеров. Вот они стройными рядами идут и так далее и подобное. Но это не работающая история. Она разово показать, пойдемте такую деревню построить. Работающая история это по поддержке каких-то инициатив, которые идут сами от людей. Но я же недаром спросила про семью. Вот скажите, сложно совмещать волонтерство с личной жизнью? Особенно, когда легко все, когда у тебя вторая половина, с тобой вместе в одной идее, вы в одной палатке, поехали вместе на Байкал, поехали вместе туда, сюда, это значит, это все элементарно. А вот когда она в другом ключе живет? Ну, это вопрос баланса. Это вопрос баланса, как и в любой семье. Ты выбираешь, чем жертвовать, а где-то наоборот стараешься и сам проявить инициативу, и предложить волонтерскую деятельность, ну, как некое приятное времяпрепровождение. И вот не случайно во время многих правильно организованных волонтерских акций, да, это уже не те вот такие, знаете, субботники скучные, да, где ты убираешь от забора до обеда. Нет, это большая серьезная акция. Там есть зона, куда можно детей отвезти, там есть какие-то для них забавы и затеи, есть куча других активностей, где каждый может найти для себя что-то интересное, что-то по душе. И вот туда очень многие приходят целыми семьями, и вот жены, может быть, менее активные в социальной повестке, но они обязательно находят, чем заняться. Ну, а уже даже если заниматься они не хотят, то всегда есть много интересных людей, с кем можно сделать селфи. Селфи, да, понятно. Против селфи с хорошим человеком не устоит ни одна девушка. Скажите, волонтерство на Олимпиаде или вот как вы занимались на ликвидации наводнений, это одно и то же? Это неравнодушие, и очень много людей участвовало, скажем так, и там, и там, и очень много людей не пересекалось. Но это абсолютно точно про активную позицию и про неравнодушие. И вот Олимпиаде, Универсиаде, которая была, большое спасибо за то, что показали вообще вот эту модель поведения. Что для современного человека волонтерство это, ну, часть образа жизни, да, такой лайфстайл. Это не то, что тебе нечем заняться, вот ты пошел там бабушек через дорогу переводить массово. Нет, это часть жизни нормального, состоявшегося человека. И вот, кстати, за рубежом средний возраст волонтера, не поверьте, 45-50 лет. У нас в стране 24-26. Ну что, получается, молодежь лучше у нас, а у них взрослые люди? Нет, просто у нас тоже все к этому придет. То есть состоявшиеся люди, уже добившиеся чего-то в жизни со своими социальными связями, да, они стараются помогать больше окружающим. Друзья, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, Вадим Ковалев сегодня здесь с нами, говорим про волонтерское движение, корпоративное волонтерство. Я хочу еще вопрос задать. Найти свою нишу в волонтерстве. Это вот насколько тяжело или, в принципе, это вообще не важно? Главное, чтобы человек был хороший. А, надо попробовать. Надо попробовать. Эти вот задачи тех, кто организует волонтерскую работу у себя в компании, на уровне города, района, неважно чего, дать просто максимум разных форматов волонтерской работы. Ну вот, например, мы упомянули, да, там, кошечек-собачек, да, можно пойти помогать им. Ну, у кого-то аллергия, а кого-то в детстве собаку укусило, у него такой страх неимоверный, да, и зачем человеку заставлять мучиться туда идти? Да, ему лучше к детям или к бабушкам, согласно, да. А другой человек может пойти в хоспис, а третий нет, сразу слезы. И там какая-то личная есть история или просто так сложилось. Вот не может и все, ну зачем его заставлять? И вот когда ты разные форматы подбираешь и находишь, здесь вот самые интересные получаются моменты. А еще можно быть волонтером профессиональным. Этот термин называется пробона. Это вот, например, вы являетесь бухгалтером, и вот вы в субботу понимаете, что вы там не новый Макаренко, да, не едете в детский дом, а помогаете общественной организации с документами, чтобы люди, которые... Непосредственно по своей профессии. Да, люди, которые там занимаются. Вадим, я не могу вам не задать этот вопрос. Вы профессионал, в том числе и в пиаре. Вот смотрите, сейчас у нас в соцсетях очень много происходит такого. То есть открываешь страничку, и под постом написано, я волонтер такого-то ребенка. И дальше, тут я недавно прочитала, мы набираем волонтеров для того, чтобы просить деньги для конкретных фондов там или еще для кого-то. Я много лет, уже почти 10 лет работаю с фондом, не буду сейчас называть, и я к ним обращаюсь очень часто. И очень часто мне говорят, что это мошенники, а это вот неправильно. Вот скажите, пожалуйста, вот те, кто набирают в интернете вот этих людей волонтерами этих благотворительных акций, это что, это заработок? В большинстве случаев, да. Вот, к сожалению, в большинстве случаев все, что мы видим в социальных сетях, это мошенники, это люди, которые этим профессионально занимаются, они создают левые аккаунты, создают левые странички, берут документы, там, деток в том числе, которые уже ушли, и вообще ничего не стесняясь, и никого не боясь, они вот этим промышляют. Я специально задала вам этот вопрос, потому что под этим словом, ну, таким добрым, порядочным словом, о котором мы сегодня говорим, некоторые люди начинают им прикрываться и прикрывают свои мошеннические действия. Спасибо большое. Итак, давайте подведем итоги и пройдемся по основным мифам о волонтерстве. Волонтеры — это бесплатная рабочая сила. Это, конечно, не так. Так, волонтеры — это помощники, это неравнодушные люди, чей потенциал может очень серьезно помогать решению и государственных задач, и задач бизнеса. Волонтерам не нужна специальная подготовка. Если ты идешь копать ямы, чтобы посадить дерево, даже здесь нужна подготовка, чтобы знать, какой глубины должна быть эта яма, да, и как правильно туда посадить дерево. Что уж говорить, если ты едешь в детский дом или в дом престарелых. Волонтерство — это только для молодых. Волонтерство, как и любви, все возрасты покорны. От школьников до серебряных волонтеров. Есть такой специальный термин для уже людей опытных, да, кто занимается этой деятельностью. Да, все покорны, но вот пока у нас больше молодых ребят во всем этом движении в стране, но совсем скоро, я думаю, больше бабушек и дедушек будут активными участниками волонтерских мероприятий. А волонтеры работают только в социальной сфере? Волонтеры работают и на проведении крупных событий, таких как различные форумы, конференции и так далее и тому подобное. Ведь согласитесь, если какой-то деловой форум пройдет на высоком уровне, будет больше инвестиций в тот или иной регион, и все будут лучше жить. А чтобы все жили лучше, наверное, это одна из задач волонтерства. Хорошо. И, наконец, волонтерство — это занятие исключительно для тех, у кого много свободного времени. Есть огромное количество примеров в нашей стране бизнесменов, политиков, которые, несмотря на свою занятость, они находят время, чтобы делать добрые дела, получают невероятное удовольствие, выделяют чуть-чуть время в выходные и просто эту энергию черпают, ну, ведрами и тоннами. Я с вами абсолютно согласна. Вы знаете, вы правильные слова, Вадим, говорите. Действительно, когда ты делаешь кому-то хорошо, ты делаешь в первую очередь хорошо себе. Все возвращается, абсолютно точно. Да. Делаешь хорошо себе, потому что твоя душа становится чище, лучше, прекраснее. Ну, парижка, в общем, на крыльях. Спасибо вам большое, приходите в гости. Я с удовольствием тоже буду участвовать в ваших проектах. Ура! Потому что действительно хочется быть хорошим человеком. Хорошим человеком быть не стыдно. Друзья, спасибо большое, Вадим Ковалев. Хорошего вечера, друзья. Да, и я с вами прощаюсь до завтра, до 7 часов вечера. Свет Казарин, у вас остается до полуночи. Пока. Пока. Вечернее шоу Аллы Довлатовой.